Открытая студия Открытая студия С мгновения на мгновение Вот буквально сейчас уже Скоро совсем озвучу Можно присылать свои сообщения в мессенджер Он привязан к номеру Плюс семь Девятьсот двадцать один Девятьсот двадцать 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 шесть Это наш телеграм На этом с техническими моментами Все, наконец-то можно переходить к беседе Тем, кто смотрит нас по телевизору Видно на экране Тему нашего сегодняшнего эфира Тем, кто слушает нас по радио Для тех, я, конечно, его озвучу Летние опасности, которые могут втянуть собаку в неприятности Именно поэтому у нас в гостях Вера Киселева, кинолог Не одна А вместе с прекрасной гайкой На афише был указан другой гость Тоже цверкпинчер Ричи Но смена гостя произошла И сегодня вот к нам в студию Пришли прекрасные девушки Говорим мы сегодня о том Что летом может грозить нашим любимцам Многие не задумываются об этом Думают, что лето – это классная пора Это, конечно, классная пора Собаки тоже ее ждут Многие хотят, наконец-то, гулять по несколько часов в день Кто-то любит купаться в водоемах Кто-то ждет отпуска хозяина Когда сможет проводить больше времени Там со своими любимыми людьми Но и о том, что есть и некоторые Такие важные и в чем-то опасные моменты Не стоит забывать Об этом всем расспросим сегодня как раз нашу гостю Вера Скоро начнется лето Значит ли это для ваших собак, что они будут гулять дольше? Конечно Если вы видите, собака достаточно голенькая Она короткошерстная У нее только остевая шерсть И нет подшерстка Им очень холодно зимой Я своих собак до минус 15 не одеваю И они в это время гуляют не больше 15 минут Все, что ниже 15 градусов У них комбинезоны И тогда можно продлить прогулку 20-25 минут Ну и то не очень долго получается Да, потому что, опять же, очень тонколапые собаки Соответственно, костяк тонкий Кровообращение гораздо меньше, чем у животных крупных Или с подшерстком И, соответственно, они достаточно быстро мерзнут Вот тут есть два мнения обычно полярных на эту тему Некоторые говорят В смысле, какие комбинезоны, какие тапочки Это же собаки, они приспособлены жить на улице Это не так? Это неправильное мнение? Это неправильное мнение, потому что вы же носите рукавички зимой А есть голые собаки Ксоло, Куинтли, по-другому, мексиканская голая Китайская хохлатая Они вообще просто голые, такие же, как и люди У них даже температура тела выше То есть им так же плохо в минус находиться на улице, как и нам примерно Так же у них мерзнут лапки, как наши руки Да А собакам удобно в одежде? Или они уже привыкли? Приучать надо Приучать Да, приучать обязательно, потому что многие встают колом Если одежда плохо подобрана у них Плохо сгибаются коленные суставы Частенько бывают аварии Собачки могут описать костюм, покакать в костюм На зло? Нет, это случайно происходит, потому что костюм плохо подобран А, просто им неудобно Да, и, соответственно, надо подбирать по размерам, по внешнему виду И, соответственно, там, чтобы дырочки все на месте были Я против того, чтобы владельцы одевали собак в любое время Очень любят одевать чихов, йорков дома в жилеточки, в костюмчики, в платьишки Платьишки, да Вот это я, конечно, ну, люди же разные Мы же все заводим собак для себя, чтобы как-то себя удовлетворить Соответственно, у многих это, в принципе, заменяет детей, собака, игрушку любимую, там, живая игрушка Они же очень отзывчивые И они, в принципе, привыкают Йорки и очень многие длинношерстные собаки любят, когда их расчесывают, когда ухаживают за шерстью Они лежат спокойно, если вы хоть раз придете на выставку, увидите, как шицу готовят к выставке Я, конечно, бы такого, как даже человек, не выдержала Каких только манипуляций они не переживают Два-три часа головой на подушке в лежачем состоянии То есть их там, каждую волосиночку на мордочке, на челочке, на глазике Все это аккуратненько разбирается, заколочками прикалывается Да боже мой, поэтому я владелец немецких овчарок, сверхпинчеров, все, что быстрое, стремительное Ну, это кихолеричные собаки, можно сказать С ними такие манипуляции не пройдут, вряд ли они будут два часа сидеть спокойно, ждать, пока их там украшают Ну, конечно, тут нечего украшать, особенно, если вы видите В контейнере сидят, в клетке, конечно же, да И дома, и в машине, когда в отпуск едем Сидят в контейнерах обязательно и ждут Ну и примерно каждые 300 километров останавливаемся, чтобы с собакой погулять Это обязательно Хотя она может и дольше Это как раз мы говорим о том, если едешь с собакой в отпуск Ну, к лету, если приблизиться, да, то да Это первое, с чего мы начинаем, конечно же, готовимся, когда к поездкам Если щенки молодые или собака молодая, любой породы Их нужно тренировать ездить в машине заранее Да, заранее, чтобы не было рвоты, потому что их тоже укачивает У них слабо бывает вестибулярный аппарат У некоторых идут реакции на запахи бензина, естественно И волнение, элементарное волнение Почему, куда, где Соответственно, учим ездить в машине в течение хотя бы полугода перед Ну, чем младше щенок, тем легче, с одной стороны Потому что щенок достаточно легко переносит Ему тяжело там в туалет не сходить Но при этом они достаточно много спят А молодая собака после шести месяцев Ей все надо Бегать, 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 свобода Да, да, да И почему куда-то поехали Тревожность может у многих животных Особенно декорация страдает этим Где моя любимая подстилка Поэтому обязательно контейнер Это еще и в угоду травмоопасности Когда машина может попасть в аварию И здесь очень важно, чтобы собака в контейнере была Потому что машина может перевернуться Собака выпрыгнуть через открытое окно Дальше все знаем, что бывает Убежала в лес Убежать, ищут потом долгое время Попала под машину, которая мимо проезжала Масса вариантов Не очень хочется на них останавливаться Но они есть А со сколькими собаками С каким большим количеством вы ездили в отпуск? Я сейчас это делаю, шесть собак каждый день Шесть собак в одной машине? Да В том числе и овчарки? Две овчарки Четыре сверхпинчера Вы так ездите на выгул? На выгул три раза в день Я в городском цикле между домов не гуляю с собаками Потому что их очень много Их очень хочется отпустить с поводков Конечно, в 30-ти градусный мороз я вывожу их парами Чтобы они быстро пописали и побежали обратно И уже уезжаем на машине Особенно, когда есть разрыв в работе очень большой Потому что мы все работаем много И бывает такое, что когда вечером приезжаешь Нужно спустить давление И только потом выезжаем Иначе просто из подъезда не выйти А летом мы на машину сели, поехали Мы можем выбирать разные площадки для выгул Опять же КП никогда не езжу, потому что там очень много завсегдатаев То есть мы выбираем более тихие места Где не так привлекаем внимание Слушайте, я представляю, вы, 6 поводков и собаки Там те места, когда можно отпустить уже на свободу побегать Да, во-первых, овчарки дрессированные Входят по команде рядом При этом одна очень пожилая, 12 лет Она пока выйдет из квартиры Ей бы вас догнать Да-да-да Ее приходится подсаживать в машину Кобель уже настолько дрессированный Что он просто стоит, никуда не смотрит Только чтобы не видеть ни одной собаки Ну, наученный Потому что в свое время пытался атаковать других собак Попал ко мне взрослый Ага Поэтому так получилось, да И вам удалось его перевоспитать? Да, полтора года, и все Он очень приличный И теперь уже никого не трогает И когда пинчера пытаются ему сказать Ей, побежали туда, там, собачка Он такой, не-не-не, я с мамой Я тут постою Да Мне тут хорошо Скажите, пожалуйста, а почему такой выбор интересный? Овчарки, сверхпинчеры Овчарки с детства Такие классические собаки Да-да-да Их тогда было много разных И, в общем-то, смогли, как говорится, мне родители позволить собаку Да, это раньше было не просто так Да, от сверхпинчера Это ребенок, когда не мог справляться с овчаркой Просил, мама, ты мне маленькую какую-нибудь купи Не мог удержать на улице Да, физически удержать, да И нельзя было закон с 14 лет, а она и 9 было Можно она со мной поспит? Ну, как овчарка поспит с человеком? Никак Это против Это нельзя делать Это крупное животное Никакой гигиены не хватит Ее вместе Намывать Конечно, да А вот такую собачку, да Мы попробовали, взяли цверкшнауцера Не пошло, борода Мы у подружки просто взяли собаку На время передержки, как бы она уехала в отпуск И мы подержали Борода, чесы, шерсть Вот эта вся с ветками, с листвой, с песком Бороды надо мыть каждый день Нет И так получилось, что из другого города Вот как раз такую же рыжую Собаку моя подруга решила отдать Потому что она не прижилась Она портила ей овчарок Она портила ей все в доме Они очень приучают к порядку Они везде достают все И все своими классными зубками мощными Погрызают Погрызают Поэтому мы очень быстро приучились к порядку Ни ребенок, ни я ничего уже не разбрасывали Если мужу надо было найти носки Он знал, где их взять В контейнере у собаки Вот И в общем так вышло, что собака попалась Хорошая по поведению И хорошо прижилась с моей первой овчаркой В то время уже в браке И они выросли очень хорошей парой И как бы получилось так, что Пинчер был чуть постарше молодой овчарки Она ей очень много показала Приличных, хороших примеров Овчарочей И уже следующий цверкпинчер в доме Дочка такой рыжей собаки Ей сейчас 15 Она была выращена овчаркой И она даже сейчас ходит с короной на голове Она не гавкает Она думает, что она овчарка просто Да, они не боятся никого Это очень хороший симбиоз Их уравновешивает овчарка Очень хорошо Они спокойные И они не разбегаются Потому что овчарки пастухи И если крикнуть Иди сюда А они часто бывают Подожди, мы сейчас бегаем Вот еще чуть-чуть Дела закончим Овчарка бежит за ними Мячиком он в голову Тык-тык Несколько раз Все-все, мы поняли Надо идти обратно Вот таким образом Мы и жили все это время Скажите, пожалуйста А почему 6? Ну ладно, одна, две Ну вот Нехватка какая-то чувствуется Нет-нет-нет-нет 12-летняя, которая пришла ко мне в 2 года Гибель хозяйки Так вышла Но она родилась у меня в доме 2 года прожила с владельцами И ну не Там случилась беда Да И я, естественно, как заводчика ее забрала Потому что на нее были перспективы Как владельца питомника Как заводчика 15-летний Пинчер Это моя дочь Она у меня была И она дала всю мою линию щенков Это ее правнучка Также живет Из последнего помета 8-летняя дочь Старшей Пинчера Бабушка этой собаки Осталась жить Дочка предыдущей То есть они оставались Под выставки, под разведения Просто у некоторых щенков оставляете Да, да, да Когда старшие уже не могут рожать Например При том, что у меня уже, допустим, 4 года Или 5 4 года не было пометов И вот эту я уже взяла От своей дочери из другой семьи Мы продали щенка И когда вот у них родились Я взяла рыжую, такую Она первая за 15 лет рыжая В питомнике родилась То есть это редкость получается? Ну, в моем питомнике Не приживались рыжие собаки И хуже покупают Хотя это природный окрас То есть больше вот смотрят на черно-подпалых Они красивее Они смотрятся как доберманы А эти как оленята И да, когда она бегает одна среди черных Она привлекает к себе внимание У нас буквально одна минута до рекламы Какой-то такой обширный вопрос Вам пока не хочется задавать Чтобы не сбивать вас с толку Задам короткий Перед тем, как мы прервемся Вот на эту паузу небольшую Вернуться просто хочется Чуть назад К одежде У вас это только компенезоны? Или тапочки и шапочки тоже идут? Нет, ни шапочек, ничего Вот это нет? Нет, потому что они все-таки Очень быстрые собаки Они просто все это У них слетит И на рулетках мы не двигаемся И по городу вокруг дома Мы не гуляем Вот, поэтому мы ничего другого не одеваем У вас активные прогулки Если что, просто чтобы туловище согреть Да, да, да И просто в багажнике лежит толстый поролон Они когда туда забегают Все, они сразу уже в тепле То есть поролон в чехле, естественно, да То есть багажник полностью отдан собакам Чем больше вы мне рассказываете интересного Тем больше вопросов у меня еще к вам возникает Но мы подобрались уже к середине программы Уважаемые телезрители и радиослушатели Мы покинем вас буквально на 2-3 минуты Потом вернемся и продолжим наш разговор Так что не переключайте ФМ-волну и свой телеканал Реклама На машине подальше от городских домов Чтоб собакам там было, ну, свободнее побегать И так далее Вот кто-то скажет, зачем на такие жертвы идти А кто-то считает, что, ну, если уж завел собак То ради своего удовольствия ведь заводил И им должно быть и хорошо, и комфортно, и классно Не всем там в городе удастся погулять Как за городом Но за городом есть свои особенности Есть кусты Все боятся клещей Но тут у меня сразу возникает вопрос Вроде бы у нас в Мурманской области с этим проблем нет Или это ошибочное мнение И где-то можно подцепить такую заразу В Мурманске клещей нет И в Мурманской области их тоже нет Все клещи привозные Ездили в отпуск Там подцепили где-то Да, и он где-то в машине остался Или просто завис на шерсти В сумку мог залезть В обувь мог залезть, которую вы погрузили Обратно к себе в машину Таких вариантов тьма тьмущая То есть здесь нужно быть бдительными Если ты собираешься ехать в отпуск И когда ты там находишься Да, обязательно А это нужно специальным чем-то обрабатывать Лекарства какие-то Проверять постоянно там Туловище, шерсть, собаки Как быть? Что делать? Первое, это обязательно Если есть возможность Капли, ошейник Противоболошины и противоклещевой Есть капли, есть таблетки Таблетки дороже, конечно же Бровекта, симпарика А капли и ошейники доступны всем Это первое Второе Обязательно Межсезонье, так называемое для нас Май, сентябрь Часто в средней полосе апрель Уже просыпаются клещи Если у вас ранний отпуск То, соответственно, вы должны быть готовы Тоже нужно подумать об этом Мы просто едем, берем обычные человеческие брызгалки для одежды От клещей Которые брызгаются Обувь и одежда Обязательно Чтобы клещ, который на вас случайно попал На человека Он уже первую атаку получил Именно этим спреем Мы им обрабатываем собак Просто беру и брызгаю всю собаку А было когда-нибудь такое Что клещ прицепился к кому-нибудь из ваших? Да А что в этой ситуации надо делать? Многие теряются Как вырывать его, доставать? Многие теряются, во-первых, не понимают Не понимают, что происходит с собакой Здесь очень важно Именно внимание к своим собакам Ну, как вы уже сказали Их у меня шесть Но именно вот 12-летняя овчарка моя Два года назад летом у нас был отпуск Середина августа, середина сентября Это Ивановская губерния 15 минут от центра города, частный дом И сразу за нами северный аэродром И огромные поля, которые находятся рядом с заводом Там бросовые земли И, соответственно, их никто не обрабатывает Их все именно И служат они всем близлежащим домам, как выгу И, соответственно, мы там гуляем В общем-то, так как я каждый день ездила на реку И феном сушила собак Потому что две овчарки И если их не высушить, есть риск получить экземы Все-таки у них густой подшерсток И собака сохнет сама очень долго А у меня одна из них выставочная И, соответственно, вторая-то старенькая Чтобы не было никаких проблем Видимо, я клеща, который укусил Сдула Потому что я обрабатываю собак И понимаю, что ошейники висят, капли есть Все нормально, ни на ком ничего нет На третьи сутки я замечаю, что собака отказалась от еды Это такой первый симптом, да? Да, да Вялость Больше полежать На второй день Я говорю, Валер Муж мой Скорее всего, мы либо клещ Либо еще бывает, когда у сук течка Воспалительный процесс Пиометра Воспаление матки Я говорю, либо воспаление матки Потому что собака плохо себя чувствует Это видно И когда мы утром встали на следующий день Это четвертые сутки Это мне потом врач сказал Что это четвертые сутки Она отказалась есть Покачивающаяся походка Немножко, как будто задние ноги слабые Я ее вывожу отдельно от собак Сделать первый выгул И вижу на грунте очень темную мочу Это тоже признак? Это все Это 100% клещ К ветеринару помчались? Однозначно Сразу же звонок в ветеринарную клинику Почему вы так думаете? Я ей объясняю Она говорит, бегом к нам Мы через полчаса были у них Они нас перед обедом приняли Что удивительно Сразу же взяли анализ крови Через 15 минут мы знали Что это Подтвердилось Я говорю, я поздно привезла Она говорит, вы Вы привезли очень рано Привозят через две недели Тряпочку на руках Которую часто уже не спасти А скажите, пожалуйста Но ведь собака Если есть какое-то лекарство Лекарство есть Однозначно Но все равно ей станет плохо После этого лекарство ей станет лучше Но Дело в том, что Заболевания, которые они заносят Пероплазмоз Их там несколько разных Они влияют на печень И идет разрушение организма изнутри Токсины настолько мощные Что собаке становится Достаточно быстро плохо И потом организм не может справиться с этим Он отравлен Вы вовремя приехали Начали лечение На следующие сутки Она уже начала есть Мы приехали еще через сутки На проверку Они сказали, все хорошо, идите И все, никаких проблем Но это я вовремя заметила Хотя я никогда не попадала раньше В такие ситуации Но человек менее просвещенный Наверное, мог бы просто не подумать Не придать значения Конечно, да Очень много у нас случаев И мы же со многими общаемся Что мы привезли поздно Потом через год еще Последствия расхлебывают То есть собаки Серьезно очень заболевание Да, да Они забирают несколько лет жизни у собаки Если это лечение не провести вовремя При том, что оно простейшее Нам-то накололи там 9 разных уколов Можно просто иметь с собой пиростоп И по инструкции его сделать То есть самостоятельно ввести, да? Да, да Ну а лучше, конечно, профилактика Лучше профилактики ничего нет То есть это капли Противошейники И таблетки дорогие Но если у вас одна любимая собака Вы можете себе это позволить Уж можно потратиться Да Уж конечно Тем более они в доступе У нас не так много времени от эфира остается А еще хоть что-то хотелось бы успеть Обсудить из летних опасностей Ну, собаки бегают в кустах Прогулок больше Тепло Потому что почему бы И зачем идти домой Очень часто режут лапы себе И вот буквально У меня тоже У знакомой собака порезала лапу так Что там крови было просто тьма Еле остановили Правда Ведь там много сосудов Кто-то говорит Ну что, просто порез А на самом деле нет Нет Ведь можно и от потери крови Там проблемы получить Конечно, да Что делать, если твоя собака Порезала на улице лапу Понятно, что нужно, наверное, Обращаться к врачам Но что тебе саму, как хозяину Нужно предпринять прямо сейчас? Если мы видим очень большой отток крови То есть мы все знаем Что артериальная кровь яркая и пульсирующая Это сразу же Поводок завязываем на 5-10 сантиметров выше А можно, если это переднее, над локтем Заднее, это над коленным суставом Прям завязываем туго поводок Понятное дело, что поводки у собачников есть всегда Если собака крупная Мужчина снимает ремень с джинс То есть мы всячески должны передавить лапу Это однозначно Ну мы с бинтами не ходим Но если мы на машине путешествуем Ну можно же взять что-то Бинт, жгут Потому что такие порезы очень опасны тем Что врачи, когда получают собаку С артериальным ранением Они начинают кровоостанавливающие Которые кровь сворачивают И элементарно есть риск И такие случаи были Тромб То есть мы лечим одно Получаем смерть от тромбирования Да, то есть бывает такое Сгусток крови уходит И есть такие потери Лучше, конечно, этого избежать Во-первых, проверить хотя бы тот участок, где вы гуляете Если вы уже увидели, что там стекла Может стоит переместиться куда-то? Переместиться или потратите время Почистите участок Ну, мы в отпуск едем Примите это как данность Что у вас новый вид нагрузки Почистить территорию Для самих же себя Для самих же себя Потому что лечение всегда дороже Сейчас элементарный порез зашить Это в любом случае Это наркоз Это шовный материал Все достаточно дорого Зачем? Но если порез большой Все равно нужно накладывать шои Сам не стянется Однозначно Ничего не стянется Есть порезы связочные У них очень часто Близко связки на пальчиках Фаланги пальцев И тогда лапка становится Как у утки Такая расплющенная Она уже не работает И это очень некрасиво Поэтому лучше избежать этих моментов Да Есть еще опасность летняя Очень большая Которую мы как непуганные люди Не знаем Это змеи Это очень страшно К сожалению, у меня к вам Еще примерно 2000 вопросов Но мне сообщают Что у нас через 15 секунд Закончится время эфира Жалко Спасибо большое, что прибыли к нам Может быть встретимся еще И вы нам расскажете подробнее О каких-то важных вещах Которые должен знать человек Который решил завести себе собаку Может быть не одну Вера, спасибо большое, что прибыли к нам Гайка, тебе тоже спасибо Сейчас мы выйдем Я тебя попробую погладить Уважаемые телезрители и радиослушатели Спасибо вам тоже, что были с нами На этом я с вами прощаюсь Открытая студия заканчивает свое вещание на сегодня А я к вам вернусь уже завтра До свидания Открытая студия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok